События последних лет стали еще одним серьезным испытанием на стойкость и прочность всей судебной системы. Белорусские суды впервые в современной истории столкнулись с беспрецедентным информационным и психологическим давлением. И это давление никуда не ушло, оно продолжается до сих пор. Главной целью всего этого было дестабилизировать работу судов, внести дисбаланс в сплоченность судейского корпуса. Присутствующие здесь достойно выдержали эти испытания, остались верными закону и своей профессии. И я от всей души хочу поблагодарить всех вас, в вашем лице судей Беларуси, за тот патриотизм, стойкость и выдержку, которую вы проявили. Сегодня заслуженные награды получат одни из лучших судей Верховного суда. Те, кто способствовал укреплению судебной системы нашей страны, благодаря которым белорусское правосудие продолжает и сегодня динамично развиваться. Деляясь опытом сегодня с руководством судов, которые к нам приехали, я им сказал, что мы ничего не ломали. Это наши принципы основные. Мы все совершенствовали. Мы помним, что мы стоим на плечах гигантов. И то наследство, которое нам досталось от советского правосудия, то, что мы изобретая, получали первые годы нашего суверенитета независимости, мы спокойно, спокойно совершенствовали, реформируя нашу судебную систему. Это не моя заслуга. Это заслуга, прежде всего, ваша. Вы всегда инициировали перед президентом те или иные новации, нововведения, а я никогда вам не отказывал. И таким образом мы прошли три этапа реформирования нашей системы. Мы сначала отрабатывали те или иные элементы реформирования через указы и законы. А когда мы стали взрослыми и поняли, что те новации, которые мы применяли и опробировали через указы и законы, мы пошли на радикальное реформирование даже не судебной системы, а системы власти в Республике Беларусь, выведя вас на самый высокий уровень. Сегодня уже президент не имеет тех полномочий, которые имели до изменения в Конституции. Вы будете избираться представителями народа на Всебелорусском народном собрании. И это очень серьезный шаг. Переживаю я в связи с этим. Да, несколько волнительно, потому что судебная власть есть судебная. Но я уверен, что мы справимся. Мы уже не те, что были 20-25 лет назад. Мы справимся. При всей нашей диктатуре с вами из 52-53 тысяч сидельцев на начало моего президентства сегодня 24. Вот и вся диктатура. Это в два раза сокращение за тот период, который мы с вами прошли. Это говорит о том, что без излишней гуманизации, как-то принято у вас говорить, мы сделали гуманную страну и гуманным наше правосудие.